Айти Камасутра, сделай тебя программером, учить JavaScript на нашем канале. Айти Камасутра, сделай тебя программером, учить JavaScript на. Добрый день, друзья, меня зовут Дмитрий, это itkamasutra.com, курс JS0, ну вообще с нуля, для самых домохозяек. В прошлом уроке мы с вами научились находить элементы на странице. То есть наша задача, как JavaScript программиста, даже скажем так, как JavaScript кода, вот мы JavaScript код, наша задача работать с HTML. То есть мы должны находить HTML и его модифицировать, изменять, удалять, создавать новый. И первая модификация, которую мы научились делать, это считывание, read, скажем так. Да, чтение, поиск, find, поиск элементов на странице и их чтение, изучение деталей. Сегодня мы научимся изменять HTML. То есть мы мало того, что нашли элемент, мы нашли его, мы элемент нашли, а дальше мы начнем этот найденный элемент менять. И этот элемент автоматически будет меняться в разметке. Но в разметке, обратите внимание, не вот здесь, в разметке в HTML, а в той разметке, которая попадает уже в браузер, то есть в самом браузере. Ну, об этих деталях я вам еще расскажу попозже чуть-чуть. Смотрите, такая штука. Напоминаю, что у нас есть JS, а есть HTML, а есть какая-то такая почти что промежуточная. То есть здесь у нас input, например, input, а здесь у нас, например, какой-нибудь select. Select, ну и div. Напомню, что у каждого, у каждого вот этого тега есть какой-то объект в JavaScript. То есть это тоже JS. JS, да, эти объекты создает для нас браузер, когда парсит, делает разбор HTML. Когда парсит HTML, то есть, да, я так это называю, типа, душой, это тело, это душа. Идея такая, что вот тут мы нашли вот эту вот душу, мы ее можем изменить. Мы раньше считывали свойства, например, свойства value. То есть мы просто считываем, говорим, эй, душа, что у тебя тут записано? А душа уже сама понимает, что я беру атрибут, который в input и value, и его показываю здесь. Или я беру, или CSS, CSS, name, ой, простите, класс, name, класс, name. Да, мы хотим прочитать класс, name, душа автоматически, это у души есть класс, name. А душа автоматически знает, что я должен взять у тега select атрибут класс, его значение, да, точнее, вот что тут записано в скобках, я вот это вот и покажу вот здесь вот. Так вот, такой момент, как только мы меняем, вот здесь что-то меняем, например, мы value не прочитали, а изменили его значение, или класс, name, не прочитали, а изменили значение, то автоматически через вот эту вот душу, скажем так, эти изменения попадают в тег. Попадают в тег. И автоматически, естественно, в браузере, браузер, браузер, мы видим изменения, то есть мы увидим новую, новую, new data, новые, новые данные видим какие-то. Принцип такой, поэтому давайте сейчас рассмотрим на примере, как это происходит. Вот, смотрите, здесь мы с прошлого занятия как бы понаходили кучу элементов, те элементы, которые вот у нас уже были, вот они. И видите, здесь у нас написано Андрей, написано Андрей, хотя смотрите, что в разметке написано, в разметке написано value Дмитрий. Почему Андрей? Потому что, наверное, JavaScript нашел этот элемент и изменил его value. Ведь страничка, когда загружается в браузер, она выполняется по порядку. Сначала браузер написал Дмитрий, но это происходит так быстро, что мы этого просто даже глазом никогда в жизни не заметим. Потом он написал вот это, написал, 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 а потом он видит текст скрипт. И он начинает выполнять по порядку команду за командой. Команду за командой. И вот, first name элемент. Вот мы нашли first name элемент с помощью документа, getElementById. То есть стандартная штука. Вот мы нашли элемент. Дальше. А дальше мы его теперь не читаем. Мы ему присваиваем новое значение. Мы берем, точнее, элемент и говорим, дай мне свою value. Дай мне свою value. Но дай не для того, чтобы я его прочитал, а мы ставим знак присвоить, да, оператор присвоить. И справа пишем новое значение. Давайте я вам напомню, что равно это оператор присваивания. То есть то, что слева, то, что справа, оно присвоится тому, что слева. Аналогично, как дело обстоит с переменными. То есть то, что справа, да, элемент, вот здесь превратится на один элемент, он присваивается вот этой переменой. То есть переменная хватается вот за этот объект. Здесь переменная хватается за то, что справа. То есть то, что справа присваивается этой вот, скажем так, переменной. То есть ручка хватается вот за вот эту вот строку. То есть мы в любой момент можем схватиться за эту ручку, и мы как бы держимся за строку. Аналогично и здесь. Мы вот этим вот свойством value хватаемся вот за значение Андрей. То есть раньше оно держалось за значение, которое было здесь написано, Дмитрий. Но теперь мы как бы ему говорим все, а теперь присваиваем тебе новое значение, новую строку То есть ты теперь держишься за Андрея Вот смотри, какая получается логика То есть вот у нас есть одна строка Дмитрий Да, это та строка, которую создал сам браузер, когда вот распарсил HTML То есть он распарсил HTML и создал строку И автоматически вот у объекта input Input.value равно Дмитрий То есть вот это вот value как бы ухватилось за вот эту вот строку То есть пока мы еще не знаем, что такое с вами свойство у объектов Но принцип работы у них такой же, как и у переменных То есть они тоже за что-то хватаются, за что-то держатся Вот value держится вот за эту строку Дмитрий по умолчанию Но потом мы говорим, у нас есть вот такая вот строка Андрей И пожалуйста, input Теперь своим value ухватись вот за нее Все, и теперь value держится за Андрея Теперь, когда мы захотим, например, сказать Windows Windows Alert И мы скажем input Input value То value будет за что держаться, за то последнее, за что он ухватился То есть один и тот же value не может держаться сразу за несколько строк Ну то есть тут все, в общем-то, логично То есть операция присваивания называется Мы присвоили вот этому значению, этому свойству новое значение value И оно автоматически обновило UI UI User Interface Пишется вот так вот UI User Interface Пользовательский интерфейс Вот это вот все, как бы, что мы видим Это называется пользовательский интерфейс Значит, Андрей, давайте попробуем поменять фамилию Например, фамилию Мы для этого должны взять элемент Который вот, за который мы уже ухватились, да, какой-то переменной First name, last name, элемент Вот она переменная Ctrl-C, копирую, вставляю И говорю, что твое value Твое value Теперь будет равняться Например Пускай будет фамилия Камасутра Камасутра Сохраняю Иду в браузер Ctrl-R И мы видим, что здесь Камасутра То есть, несмотря на то, что в самом HTML Значение Кузюберген Смотрите, друзья, какая фишка Что браузер изменяет HTML То есть, в HTML, там тоже value уже поменялся Но вы не обращайте внимание вот на этот HTML Это файл Файл, он не меняется А тот HTML, который в браузере сидит, он меняется Смотрите, мы можем правой кнопкой кликнуть Нажать inspect элемент И смотрите, что мы увидим Value Опа А это уже подстава, друзья Почему-то здесь value Кузюберген написано Это жесткая подстава Интересно, почему она не поменялась? Это просто же очень жесткая подстава Мне даже интересно И Дмитрий не поменялся То есть, вот здесь HTML должен вообще подстраиваться Под новый код Давайте, хорошо, давайте сейчас прежде, чем паниковать И идти разбираться, почему так происходит Давайте попробуем, например, класс изменить То есть, у нас здесь сейчас раз-два класса DefaultInput и LastNameInput А мы сейчас, например, хотим добавить новый класс Мы для этого берем, например, LastElement Помните, какое свойство у объекта LastElement нужно взять Чтобы оно соответствовало вот этому классу, атрибуту класс ClassName, правильно То есть, это вот единственное, одно из немногих свойств Которые вот не соответствуют напрямую атрибутам Класс name И мы новый класс присвоим, например, темп Да, временный какой-то класс Просто, чтобы проверить, сохраняем Обновляем браузер И видим, что класс изменился на темп Класс изменился на темп А вот, например, почему-то value не меняется Value не меняется, не меняется, не меняется Давайте попробуем у гугла спросить Chrome Chrome Inspect Element Doesn't Input Value Doesn't Change Может быть, сейчас попробуем посмотреть Вот value говорят, так-так-так Вот они, ну, с помощью jQuery Это немножко Ну, вы пока не думаете об этом Ну, считайте, вот с помощью JavaScript они изменили значение И говорят, что, мол, не поменялось Интересно Они говорят о том По-ю, с этим Dom Element Value Dirty Value If luck is false Interrupting Короче Ну, короче Ну, короче, они говорят о том Что, вот, теоретически мы можем Смотрите Сейчас попробую сделать вот так вот Они говорят о том, что Ну, оно и не должно, типа, меняться Вот если мы поменяем таким образом Это немножко сейчас сложнее запись Ну, давайте проверим То, мол, при таком обновлении Видите, Камасутра обновилась Сет-атрибут Ну, что здесь я могу Какое от себя замечание сделать Что Вот это вот соотношение Вот это вот соотношение Типа вот У души какого-то свойства И атрибута здесь Оно 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 не работает Прямо вот так вот Напрямую, скажем так То есть Они не взаимосвязаны Прямо вот так вот Ну, поймите Что вот Нет такой двухсторонней, скажем так Связи Что в любой момент времени Как только мы поменяли здесь value Оно автоматически поменяет здесь tag Идея такая, что Ну, хотя видите Визуально-то оно обновилось Поэтому вот И непонятка такая Ну Это уже внутренняя структура браузера То есть То, что написано, скажем так Вот здесь в inspect элемент Оно не имеет особого Вот Значения Потому что Когда мы Найдем этот элемент С помощью джаваскрипта Вот first name Давайте вот сейчас Вот здесь возьмем В консоли Прям напишем Документ Get элемент By id Вот мы возьмем этот элемент Запишем его в переменную Var Fn First name И потом мы скажем Fn value То есть Какое будет value? Андрей То есть То, которое актуальное Мы видим То есть Все хорошо Это такая Небольшая Типа Синхронизация Хотя Например Она мне все равно Напрягает И мне кажется Это нехорошо Ну Так оно работает Может быть Я детальнее потом И защищу Внутреннюю Вот Работу Браузера Почитайте ссылки Ну вы можете Сами почитать Если вам уже Так интересно И вы считаете Что вы Должны углубляться В такие дебри Сейчас Так Ну ладно Давайте поговорим Вот о чем Давайте дальше Пробовать менять То, что можем Поменять Видите Классные Мы можем поменять Классные Представьте Такую ситуацию Что у нас Есть Класс Давайте мы сейчас Добавим Style Пару Стилей Сюда Класс Name Это очень Очень Частая Манипуляция Изменения Класса То есть Вот у нас Например Есть Style И есть Какие у нас Там были Адрес С ошибкой И вот нам Нам надо Это Как бы Чем-то Подсветить Давайте Проверим Сейчас Error Input Давайте Проверим Что Обновим Ctrl S Сохранил Alt Tab Переключил Кладку Ctrl R Обновил Bordera Нет Что У меня Сегодня Все Не Клеится А Ну Конечно Border Border Red 1 Простите Я слегка Простужен Я слегка Подустал Поэтому Слегка Туплю 1 BX Solid Ну Это Хорошо Что Я Туплю Зато Я Допускаю Глупые Ошибки Которые Вы Тоже Будете Допускать И Вы Видите Как Их Решать Быстро Для Того Чтобы Задать Border Нужно Задать Три Характеристики Цвет Толщину И Как Этот Бордер Рисовать Сплошной Линией Там Пунктиром И так Далее Видите Зеленый Здесь Давайте Я сделаю 5PX И еще Сделаю Еще Сделаю Паддинг Паддинг 5 Пикселей Обновляю Страницу Вот Они Наши Вот Дефолтные Штуки Сейчас Вот Этот Класс Нейм Закомментирую Вот Так Предположим Что Мы Предположим Что Мы Здесь Давайте Сделаем Border Color Вот Так Вот То есть Поменяем Только Цвет Видите Бордер Можно Задать Как Бы Три Характеристики А Можно Отдельно Задавать Конкретные Вот Конкретные Характеристики Например Бордер Нижнюю Границу Можно Задавать Границу Цвет Нижние Границы Радиус Ну Поизучайте Поизучайте Что можно Задавать Я вот Там Вам Только Направление Даю Скажем Так Красное И вот Давайте Сейчас Попробуем Сделать Так Чтобы Джаваскрипт Пометил Какой-нибудь Input Красным Вот Этим Error Input Что Для Этого Нужно Сделать Для Этого Нужно Чтобы Джаваскрипт Взял И Добавил Вот Этот Класс К Получается Отлично Красный Но мы хотим Это сделать Не с помощью HTML А С помощью Джаваскрипта То есть Чтобы Джаваскрипт Например Представьте У нас Какая-то Манипуляция Происходит Пользователь Ввел Какие-то Данные И в этот Момент Мы понимаем Что данные Ошибочные И нам Надо Подсветить Красным Это Поле Соответственно Это Делает Джаваскрипт В будущем Мы будем Делать С вами Такие Штуки Реагировать На нажатие Клавиш Очень Очень Скоро Пока Что Мы Делаем Программу Линейную Загрузила Страничка И сразу Джаваскрипт Погнал Отрабатывать И делать Манипуляции Так Вот Мы Берем Наш LastName И присваиваем Ему Новый Класс То есть LastName Давайте Сейчас Я покажу Вам В ClassName Давайте Алертом Введем То Что Там КлассName То есть То За что КлассName Ухватилось А оно Ухватилось При инициализации С самого Старта За то Что сидит В атрибуте То есть Вот За За вот Это И вот Мы Обновляем Страницу И видим Вот этот Вот Класс То Что Нужно Давайте Теперь Возьмем И Присвоим Нашему КлассName Так Давайте Сет Атрибут Мы Все-таки Не обращайте Внимание На вот Эту Манипуляцию Пока что Хотя Я о ней Вам Потом Расскажу Давайте О ней Сразу Скажу Кулей Написал То есть Мы Вэлью Поменяли Таким Образом А что Такое Вэлью Вэлью Это Атрибут То есть Атрибутов Может быть Много Атрибуты Их Очень Много Может быть Много И не На каждый Атрибут У нас Есть Как бы Соответствие Видео Такого Вот Свойства Поэтому Универсальная Такая Атрибут Вот Такой Вот Атрибут Запятая Вот Таким Вот Значением И он Ну Это По сути Тоже Самая Строчка Аналогична Вот Этой Строчке Пока Что Просто Запомните Чуть Позже Мы К Этим Более Сложным Функциям Придем А пока Просто Подумайте И Забудьте Так Вот Алертным Класс Нейм Алертнули А теперь Давайте Класс Нейм Изменим Изменим На Тот Самый Класс Нейм Который 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 Нам Нужен Error Input Обновляем Страничку Видим Что Сначала Пока До Изменения Да Ведь Алерт Команда Первее Стоит В этот В этот Момент Времени Класс Нейм Равен У нас Чему Класс Нейм Равен Тому Что Вот Здесь Было Записано Потом Мы Нажимаем Enter И он Меняется На вот Такой Видите Скукожилось Это Поле Уменьшилось Почему Потому Что У него Сейчас Класс Только Error Input Мы Мало Того Что Удалили Все Классы Но Мы Перезаписали Перезатерли Понимаете Да Вот Класс Нейм Класс Тейм Мы Полностью Перезатерли То Что Там Было Перезатерли Вот Этой Одной Строкой Мы С вами Изменили Изменили CSS Класс 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 Который Вот Был Изначально Изначально Был Вот Такой Вот Класс Много Классов Да Ну Атрибут Класс В нем Записано Много CSS Классов Через Пробел Разделенных Сейчас Мы Взяли И Подменили Вот Чем То Своим Можем Сделать Вот Так Вот Так Спросите Этого Extra Large Здесь Не Было Я Просто Наверное Не Было Видео Вот Так Вот Я Просто В два Дубля Записывал Это Видео И Немножко Сбился Так Вот А Например Мы Можем Сделать Еще Вот Так Вот То 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 Не Просто Error Input О Видите Красиво То Наш JavaScript Считайте Добавил Класс И Этот Класс Подсветил Вот Этот Вот Инпут То Типа Ошибка То Наш JavaScript Да Видите Умеет Динамически Как бы Менять CSS Соответственно Мы Визуально Можем Вот Видеть Что Что Произошло Какое То Значение Как Бы Вот Неправильно Введено Пока Это Что Все Тренировочная Имитация Но В будущем Мы Будем Делать Такие Вещи Только Ну В реальных Ситуациях Давайте Посмотрим Что Мы Можем Еще Изменить Что Мы Можем Присвоить Чему Ну Мы С Вами Например Можем Найти Картинку И Измените SRC Давайте Так И Сделаем У Нас Есть Avatar Avatar Element .Src И Мы Присвоим Сейчас Новое Значение Давайте Зайдем Сейчас Этот Отдыхающий Чувак Релаксирующий Мы Сейчас Сидим Потеем Учим JavaScript Он Просто Наслаждается Жизнью Красавчик Так Посмотрим Где Здесь Аватар Еще Какие Нибудь Картинки KineUp Куда Я Заходил Прошлый Раз Что Здесь Были Лица Людей Вот Эти Вот Не Помню Куда Я Заходил Ну Да Ладно Давайте Возьмем Картинку Правой Кнопкой Копи Линк Адрес Нет А Так Это Картинку Здесь Так Просто Не Выцепить Так Да Неважно Давайте Вот Эта Картинка Попробуем Взять Опять Нет Ну Смотрите Можно Взять Инспект Элемент Как Например Эту Картинку Нам Все Так Выдрать Отсюда Вот Видим Так Image И Вот Картинка SRC SRC Правая Дабл Клик Приходит В режим Редактирование Этого Атрибута Ctrl C Скопировать И Вот Мы Сейчас Ставим Это Сюда То Смотрите Давайте Глянем Что Произошло Картинка Поменялась Другая То Изначально У нас Картинка Одна Была Да Вы HTML Прописанная Но Мы Потом JavaScript Наш Решил Взять И Изменить HTML И Он Изменил Картинку На Другую По этому Картинку Мы Увидим Ту Которую Поставил JavaScript Что Еще Умеет Делать JavaScript JavaScript Может Например Взять И Найти Какую Нибудь Ту Же Картинку Например Avatar Element И Добавить Тайтл Что Такое Тайтл Если Вы Не Знаете I'm I'm Avatar Я Аватар Если Мы Сейчас Наводим На Картинку Видите Ничего Не Происходит А Если Мы Обновим То У Картинки Появится Тайтл И Это Тайтл Видите Высвечивается При Долгом Наведении Мыши Мы Курсор Мыши Навели Держим И Выскакивает Тайтл I'm Avatar Как Подсказка Или Вот Сюда Давайте Напишем Wrong Wrong Типа Ошибочная Тайтл То есть Мы Берем Нужный Элемент И Берем Его Свойство Тайтл Свойство Тайтл Соответствует Атрибуту Enter Your Name Видите Ваше Имя А Вот Например У Фамилии Нет Такого Тайтла Но Мы Сейчас Его Добавим С помощью Джаваскрипта И Мы Скажем Wrong Last Name Ошибочное Второе Имя Наводим Сюда Видим Enter Your Name Это Тайтл Который К нам Пришел Из Last Name Этот Тайтл В HTML Отсутствовал Отсутствовал Но Его Добавил Джаваскрипт Ой Вот Джаваскрипт Давайте Попробуем Селектнуть Элемент Какой-то У нас Видите Москва По умолчанию Выбрана Москва Почему Так Происходит Потому Что У нас Здесь Селект Стоит Для Москвы А Мы Сейчас Возьмем С вами И Скажем City Так City Element City Element Мы Помните Мы Помним С вами О том Что Хоть У Атрибута Нет Value У Селекта Нет Атрибута Value Но У Его Души У Объекта Который Вот Мы Находим С помощью Get Element By ID Value Есть И Он Равен Тому Что Выбрано Сейчас В данный Момент Какая Опция Выбрана В данный Момент Но Если Мы Возьмем И Присвоим Этому Value Новое Значение Например Минск То Он Он Пробежится По всем Этим Опциям Найдет Минск И Выберет Именно Минск Проверяем Видите Минск А что Будет Если Мы Присвоим Значение Для Которого Нет Соответствующей Опции Например Минск 2 Давайте Посмотрим Опа Видите Ничего Не Выбрано То Есть Он Значение Скорее Сего Присвоил Но Опции Такой Как бы Такие ситуации Их вообще Надо избегать То есть Нужно Чтобы Значение Всегда Соответствовало Чему-то Что Есть Вот Здесь Внутри В списке Аналогично Давайте С Текст Арии Посмотрим Value Для Текст Арии Хоббис Элемент Равен Его Inner HTML Поэтому Внутренность Его Изменится Мы Здесь Напишем Hey Hey I'm I'm Not Interest Not I'm I'm Not I have У меня Нет Интересов Хочем Написать Но Я Не знаю Как Написать По-английски I have Not Interest Interest С отрицанием С have Всегда Проблемы Были Давайте Посмотрим Проинспектируем Элемент И глянем Что Здесь Записано Видите Здесь Тем не менее Inner Остался Старым Хотя Значение Поменялось Такая Вот Несостыковка И давайте Попробуем Нашу Дивку Изменить Попробуем Нашу Див Изменить Если мы У Дива Выводили Помните Див Это Аватар Враппер Аватар Враппер Мы У него Так Видите Код Отформатирован Плохо Ctrl A K F Ctrl A Ctrl K F И оно Выравнивает Отступы Делают Правильные Давайте Возьмем Наш Аватар Аватар Враппер Элемент И Его Inner HTML Присвоим Что-то Другое Это Сейчас Очень Важный Момент У нас Аватар Враппер Напомню Это Вот Этот Враппер Который Содержит Себе Имидж То есть Его Inner HTML Является Вот Это Вот Все А Мы Сейчас Возьмем И Присвоим Ему Inner HTML Присвоим Какую Нибудь Абра Кадабра Кадабра Точка Запятой Обновим Эти Вместо Картинки Теперь Абра Кадабра Смотрим Сюда Див Абра Кадабра То есть Мы Перезатерли Сам HTML То есть Скажем Так Мы Разрушили В каком-то Смысле Часть HTML И Записали В него Новую Строку Давайте Попробуем Записать Не Абра Кадабра Давайте Попробуем Записать Разметку Раз Свойство Это называется InnerHTML То есть Здесь Должна Быть Не Просто Строка Здесь Может Быть Просто Строка А Может Быть Какой-то HTML Например UL 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 Li 1 Поставим Так Как Строка Она Записывается В одну Строку То Нам Данная Строка Мы Не Можем Enter Поставить Тогда Будет Подчеркивает Ну Короче Невалидный JavaScript Поэтому Нам Приходится Пока Что Делать Именно Так Чуть Попозже Когда Мы Узнаем Про Конкатенацию Строк Объединение Строк Мы Сможем Немножко Исхитриться Давайте Проверим Что Будет Сейчас Обновим Страницу То есть Ну Смотрите Что Мы Делаем InnerHTML Присваиваем Вот Такой HTML Логично Что Вместо Avatar Аватара Внутри Должен Появиться Вот Этот HTML Смотрим Список 1 2 То есть Этого HTML UL Элемента Его не было По мини Не было А он Создался То есть Мы Джаваскриптом Создали Новые блоки Скажем так Это по аналогии Как Личные сообщения Личные сообщения И вот Вам приходит Новое сообщение И оно Дописывается И вы его Видите То есть JavaScript Творец И что Вы должны Понимать В этой ситуации Что При добавлении Этого Нового HTML Этот HTML Становится Полноценным HTML Он Появляется Вот Здесь В разметке Он Появляется Вот Здесь В разметке Сейчас Я не пойму Так Он Появляется Вот Здесь В разметке Например UL Который Состоит Из Лишек Ой Да Там Три Лишки Например И у Него Также Есть Душа Виде Объекта И у Каждой Лишки Есть Соответственно Мы Можем Теперь Брать И Вот Эти Вот Новые UL Находить И И Давайте Вам Покажу То есть Мы Создали UL И Давайте Присвоим Ему ID Равная Лист Назовем Лист Видите Так как Здесь Одинарные Кавычки То Я Внутри Уже Должен Использовать Двойные Кавычки Потому Что Если Я Поставлю Одинарные То Браузер Будет Думать Что Вот Эта Вот Строка Вот Как Бы Закончилась А Я Хочу Сказать Что Нет Она Не Закончилась Она Еще Такая Длинная Просто Внутри Еще Должны Кавычки Это Один Из Способов Как Вот Нам Писать Кавычки Внутри Кавычку Но Ее Заэкранировать Экранировать Значит Поставить Косую Черту Вначале То Значит Что Я Не Кахчу Чтобы Косая Черта Была В Этой Строке Я Просто Ей Экранирую Вот Эту Кавычку Говорю Что Это Не Кавычка Кавычка Закрывает Эту Строку А Кавычка Как Символ Ее Нужно Нарисовать Как Символ Давайте Сейчас Принайдем Этот Элемент Var List Равно Документ Get Элемент By ID И Передадим Сюда ID По Которому Мы Хотим Найти Видите Как Я Не Создавал Переменную Сейчас Вообще Переменная Ну Вы Понимаете Смысл В этой Переменной Сейчас Сидит Адрес Я Передаю Передавая Переменную Передаю Как бы Сам Адрес То За что Эта Ручка Держится Если Я Не Собираюсь Эту Переменную Больше Нигде Использовать Если Она Мне Реально Нужна Один Раз Один Раз Всего То Тогда Нет Смысла Плодить Лишние Переменные И Можно Вот Поступить Вот Так Вот Как Я Поступил Вот Здесь Вам Для Тренировки Конечно Желательно Вот Дробить Все Но Не Поставят И Потом Начинают Паниковать Почему Если Кавычки Не Поставлю Например Напишу Здесь Переменные Например Лист UL Лист Называется Переменная UL Лист Давай Number Там Все-таки У нас Числа Number Мы Должны Называть По Смыслу Number List Number List То есть Один Два Да Человек Может Написать Лист Вот Так Ну Лист Что Такое Лист Браузер Начнет Искать А что Такое Лист В кавычки Это не стоит Значит Это не строка Значит Это какая-то Переменная В которой Сидит Нужная Строка Потому Что Get Element By Id Ожидает Именно Строку И Начнет Искать Этот Лист Он Начнет Искать Его И Мы Объявим Перемену Var List Id И Присвоим Ей Значение List И Дальше Мы Эту Перемену Закинем Вот Сюда Документ Найди Элемент По этой Id Ну Давайте Выведем Алерт Найднем Window Alert Number List Возьмем Его Inner HTML Обновим Строку Не Выводится Inner HTML В этом Случе Мы Сразу Лезем В Консоль И Видим Ошибку A Window Is Not Defined A Window Is Undefined Видите Я По Ошибке Перед Window Написал Символ А Может Быть Вы Зрители И Заметили Это Когда Смотрели Обновляем Все Видите Inner HTML Вот Он Внутри UL Сидит Такой Inner HTML То Есть Мы Динамически Создали Элемент И Потом Ну Это Динамически Созданный Элемент Напомню Является Полноценным Участником Разметки У него Создаются Объекты И Мы Можем С ними Также Потом Взаимодействовать В Общем Скажем Так Это Все Что Я Хотел Вам Сказать В Данном Уроке В описании К этому Уроку Есть Задачи Кое-какие Пройдите И Сделайте И Смотрите Дальше IT Камасутра Дмитрий Курс JavaScript Ну вообще С нуля До новых Встреч Субтитры Субтитры Субтитры